До сих пор переплачиваешь за игры? Не знаешь, где купить игру по самой привлекательной цене? Sourcebuy.ru. Низкие цены. Отзывчивая поддержка, реферальная система и многое другое. Sourcebuy.ru. Пожалуй, лучший магазин. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Начать стоит с того, что в моем детстве, когда Запад уже наследил своим художественным наследием, я не мог позволить себе смотреть, читать или играть все то, что хотел. Долгое время у меня была Dendy, затем Sega, и лишь у друзей или родственников я мог посидеть за компом. Как я уже неоднократно рассказывал, с силы плотно поиграл в первый Fallout я довольно поздно. Примерно в начале нулевых у меня появилась возможность неторопливо изучить игру вдоль и поперек, когда на прилавках давно валялся Fallout 2, да и тактикс уже был вот-вот. Однажды я делал видео о том, как на меня произвело впечатление задание, в котором мне нужно было убить торговца с женой. Тогда игра мне просто сорвала башню. Я понял, что игры уже никогда не будут прежними. Мой игровой опыт поделился на до и после. Забавные и милые прыжки итальянского водопроводчика Марио стали чем-то детским, несерьезным, ненужным. После первого Fallout, ну и пожалуй первого Half-Life, где была режиссура и игры пошли больше по пути кино, я понял, что в играх можно поднимать серьезные и взрослые темы. На тот момент я уже и не думал, что смогу увидеть в Fallout что-то круче. Как же я ошибался. Я не стану рассказывать о том, как у меня встали дыбом волосы во всех местах от создателя. Как я его убедил, что он ошибся. Я думаю, это и так понятно, да и несколько раз я эту тему уже задевал. Но вот рассказать об огромном бункере, в который прямиком ударила ядерная ракета, рассказать могу. Тогда я пришел на эту локацию без антирадина, без радыкса и очень быстро превратился в радиоактивный кусок мяса. Затем я подготовился получше и просто с ужасом ходил по этой локации. Очень мрачная, с давящей музыкой и крайне атмосферная локация. Из нее хотелось поскорее выбраться, сделать здесь все дела побыстрее и убежать. Но от чего-то хотелось спускаться все глубже и глубже. Искать эти чертовы карточки, которые открывают лифты и останки трупа паладина братства стали. Именно здесь в выходе встречает компьютер ЗАГС. В беседе с ним и информации, прочитанной на некоторых дисках, можно узнать просто тонны деталей лора игры. Игрок впервые узнает подробно о вирусе рукотворной эволюции и других немаловажных вещах. То, что комплекс принадлежит West Tech, дочерней компании Vault Tech. Здесь проводились самые разные разработки лекарств от той самой новой чумы, которая поразила большую часть населения. Сейчас, в современных фолочах, о этой чуме и слова не говорят, о ней будто никто и не слышал никогда. А ведь именно из-за чумы и появился вре. Но самое крутое в этом месте была его полезность в прохождении игры. В нынешних фолочах, пожалуй, за исключением New Vegas, когда мир с самого начала открыт для игрока, а враги повышают уровень одновременно с ним, разработчикам невозможно подстроить на этой основе нормальные уровни и призы за их прохождение. Я не хочу критиковать в который раз Fallout 4, ведь там просто игра про другое. Но мне всегда было приятнее пройти сложный уровень и получить за него хорошую награду, чем пачками убивать мобов, из которых рандомно будут выпадать какие-то вещи. В свечении, когда мы спускаемся на последний этаж, преодолев радиацию, роботов-окранников и квест по запуску генератора, мы получаем предпоследнюю перед силовой броню и, конечно же, плазменную пушку, которую при правильном действии в городе Могильник можно превратить в самое имбовое оружие в игре. На мой взгляд, это прекрасно. Как вы уже поняли, в первой части Fallout я очень боялся путешествовать по свечению, но до сих пор это остается для меня самой атмосферной и любимой локацией всей серии. В следующих частях было по-разному. Это и город-убежище из Fallout 2, Tenpenny Tower из Трешки, 81-е убежище из Четверки, а в Нью-Вегас таких сразу несколько. Это и Гуд Спринг, снова Каванпост Мохаве и, конечно же, сам город-порока. Надеюсь, что в следующих частях атмосферных, логичных и, самое главное, уютных городов, убежищ, небольших поселений и просто заброшенных бункеров станет только в разы больше. Ну а вы можете написать в комментариях о своих любимых локациях в серии Fallout. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили свои большие мутировавшие пальцы вверх. Всем удачи и пока!